Родители воспитанников детского сада номер 263 беспокоятся за безопасность своих детей. На площадке для прогулок дышкалят аварийные тыполя. Деревьями уже несколько десятков лет, большинство из них старые и гнилые. Когда они упадут, вопрос времени. Но в департаменте образования, который отвечает за безопасность малышей, денег на снос деревьев не нашли. Ольга Качкурова разбиралась в ситуации. В 263 детском саду самое время для дневной прогулки. Но несмотря на теплый по зимним меркам день, на игровых площадках всего несколько групп. Из-за десятков аварийных тополей на территории сада особо не разгуляешься. На относительно безопасных участках группы находятся по очереди. Могут упасть. Они пустые. Их признан участок аварийный. Насколько мы знаем, два года назад уже сказали, что деревья в таком плачевном состоянии. Их какую-то часть срезали, но срезали их не все. Почему-то на детских площадках именно остались. Из-за сильных снегопадов ветки тяжелеют и ломаются. Ждать, пока одна из них упадет на ребенка, родители, конечно же, не собираются. Обратились в администрацию детсада, чтобы аварийные деревья окронировали. Но там на это денег не оказалось. Спилить один тополь и вывезти ветки стоит около трех тысяч рублей. Заведующая попросила помощи в мэрии. Но чиновники помогать отказались. В письме за подписью директора департамента образования Омска Екатерины Спеховой сказано. В 2016 году бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска детский сад номер 263 не предусмотрена субсидия на иные цели. Между тем, в мэрии средства, судя по всему, есть. Городская администрация нашла деньги даже на доплаты чиновникам, вышедшим на пенсии. На 36 миллионов, которые на это заложены в бюджете, можно кронировать 12 тысяч аварийных деревьев. Как всегда, деньги пришлось искать родителям. В дополнение к сборам на охрану, ремонт, на мебель, канцелярию и игрушки пришлось скидываться и на вырубку. Часть родителей смогли оплатить кронирование на тех участках, где гуляют их дети. У других денег не нашлось. А пока дошкольники гуляют в тени аварийных деревьев, в этом же районе города за муниципальный счет вырубают целые скверы. Эта зеленая зона за остановкой Старозагородная роща была уничтожена, несмотря на протесты общественников и заявления агрономов о том, что далеко не все деревья, попавшие под аварийную вырубку, действительно нуждались в сносе. Быть может, дело в том, что лакомый кусок земли в центре, очищенный от посадок, можно выгодно продать или сдать. От расчистки территории детского сада никакой экономической выгоды получить нельзя. Ольга Качкурова и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.